Всю ночь со среды на четверг жители Владивостока, уставшие от духоты внезапно начавшегося теплого лета, слышали один и тот же монотонный звук падающей с неба воды. Ночной ливень с утра хоть и стал слабее, но все продолжался и продолжался. Режим повышенной готовности заставил аварийные службы работать эффективнее обычного. Вот и вечная лужа на улице космонавтов попала под горячую руку рабочих. Тем временем Примгидромет производит мониторинг ситуации, чтобы оперативно сообщать обо всех погодных изменениях в городе и крае. Продолжает еще влиять на край бывший тропический шторм Франциска. Минувшую ночь он вышел в северо-западную часть Японского моря и, собственно, продолжает сейчас смещаться вдоль побережья края в сторону острова Хоккайдо. Минувшую ночь под его влиянием в крае в южной половине прошел очень сильный дождь с количеством от 52 до 91 миллиметра дождя за ночь. Такое количество осадков, добавили синоптики, попадает под категорию особо опасного природного явления. Во Владивостоке за ночь выпало 77 миллиметров осадков, то есть почти у верхней границы. Впрочем, основной удар прошел и прошел довольно быстро, а потому без каких-то глобальных последствий, не считая нескольких ДТП и подмоченной репутации водителей. Однако стихия продолжает угрожать другим районам Приморского края, особенно тем, что находится на восточном побережье. Прежде всего, это Дальнегорский, Ольгинский, Кавалеровский и Тернейский районы. То есть здесь можно ожидать сегодня наиболее сильные дожди. Что касается ветра, то как такового прям очень сильного ветра в Приморье не наблюдалось, но тем не менее, мысовые метеостанции отмечали порывы ветра до 20 метров в секунду. Уже сейчас Примгидромет регистрирует подъем рек в крае. Местная гидрологическая сеть сообщает о 40-50 сантиметрах в сутки. Причем в ближайшие два дня ожидается лишь ускорение темпов подтопления. Поэтому Приморская МЧС мобилизовала силы и, как говорят в ведомстве, готова к отражению удара стихии. Специалистами Центра управления в кризисных ситуациях проводится моделирование наиболее вероятных мест возможных подтоплений с учетом количества выпавших осадков. Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Приморскому краю в составе 40 человек, 7 единиц техники и 6 плат средств продолжает работать в наиболее поводкоопасных районах Приморья. К слову, спасаясь от тропического шторма, во Владивосток на несколько часов раньше запланированного времени зашел круизный лайнер МАЗДАМ. Это его первый заход в Приморскую столицу. И российский Тихоокеанский порт стал на этот раз не просто очередным портом на пути следования, но и спасительной гаванью. На судне путешествуют туристы из США, Канады, Австралии и Японии. Лайнер вмещает 1250 пассажиров и 580 членов экипажа. Он должен еще раз посетить Владивосток 22 августа. И, возможно, погода будет более благосклонна к путешественникам. А тем временем пресс-служба Примгидромета, кроме фактических наблюдений, поделилась со съемочной группой 8-го своими прогнозами по погоде в крае. Что касается погоды на предстоящие дни, то завтра еще, скажем так, погода в крае будет неустойчивой. Дело в том, что подойдет атмосферный фронт с приграничных китайских территорий. И опять в крае ожидаются сильные, очень сильные дожди. А местами не исключены такие локальные сильные ливни, когда за один час и менее может выпасть около 30 миллиметров дождя. Вот. А в последующие уже выходные, в крае погода будет постепенно налаживаться, но температурный фон при этом понизится. Синоптики уверены, что в ближайшие пару недель столбик термометра в крае перестанет переваливать за 30 градусов, а закрепится на комфортных 22-25. Означает ли это, что лету едва начавшемуся пришел конец? Пока судить рано, ведь приморская погода известна своей непостоянностью. Дмитрий Беломестнов, Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.